Тренирует других и тренируется сам Михаил Останин, воспитанник Каменского клуба «Боец». До перерыва за 9 лет спортивной карьеры от первенства края дошел до международных турниров. И тогда мысли бросить кикбоксинг даже не допускал. В основном, опять же, мотиватор мой отец, я считаю. Все равно были такие предпосылки, где-то там погулять побольше, все как бы сверстники отдыхают и так далее. Но отец мотивировал, заставлял иногда где-то. И просто это стало как привычка, такая жизненная хорошая привычка. Но, как говорится, никогда не говори никогда. Из-за плотного учебного графика Михаил поступил в медицинский университет, подающий большие надежды кикбоксер покинул мир спорта. 10 лет Михаил не выходил на ринг. Перерыв в серьезный. Но в этом году буквально на днях официально был заявлен одним из участников чемпионата Сибири. Мотивация была настолько стильной, что и последствия серьезной болезни не остановили бойца. Первый после долгой паузы чемпионат принес неплохой результат. А Сталин выигрывает финал и становится победителем турнира. Это, наверное, какая-то зависимость, мне так кажется. Потому что эти эмоции, эти чувства какие-то... То есть это все тебя заставляет. Хочется снова это попробовать. И все равно, ну, возможно, какие-то не реализованные моменты в спорте, опять же. Как основная причина, мне кажется. Теперь Михаила и других победителей и призеров сибирского чемпионата ждет главный старт сезона на уровне России. Подготовка к нему будет особой. Много сборов, много совместных спаррингов и много тренировок. Наметки уже были заранее. То есть вот эта цикличность микроциклов, она, в принципе, уже выстроена. И для нас, я не думаю, что будет откровением каким-то, что вот мы сейчас съездили на Сибирь и перестраивать какие-то планы. Нет. Мало того, что зачем ломать то, что работает. И показывают просто мелкие недостатки, над которыми нужно больше обратить внимание. Но нет такого кардинального изменения, что там надо полностью поменять программу. Для каждого спортсмена, конечно, есть индивидуальные какие-то моменты. Кому-то физуху, кому-то там удар, кому-то там выносливость. Но в большинстве, в принципе, все ясно. То есть вот стратегически мы уже примерно понимаем, как дальше двигаться. Первенство России состоится в Дагестане от чемпионата страны в Кемерове. Надежды возлагает и на вновь прибывших спортсменов. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.